22 мая 2020 года шешимат бхактивданта ванна госвами махарадж онлайн харикатха из мадхура прежде всего я предлагаю смиренные поклоны лотосным ступам и моих гуру пад падма не тялила провешну шнупата что-то расчетесь мат бхактивданте селева мани госвами махараджу и не телила провешну шнупат а что-то решать о чем от бхактивданте сели на ранее госвами махараджу я предлагаю свои смиренные почтительны дандават пранамы не телила провешну шнупат а что-то решать еще мат бхактивданте сели с вами махараджу горга винда госвами махараджу сели бхакти ракшах сидар госвами махараджу бхакти прамот пуре госвами махараджу шнупат бххакти бхьяна бараде госвами махараджу всем старшим преданным всем ващнавам и ващнаве и присутствующим собравшимся почтенным гостям и так мы продолжаем обсуждать Шри Ирай Рамананда Самват разговор между Господом Читани Махапрабху и Раем Раманандой. До этого мы обсуждали как Господь Читани Махапрабху несмотря на то, что это Сам Кришна и Он принял цвет тела и настроение Шимати Радики и предстал в облике Сачинанды Нагау Рахари. И в особенности Кришна учится практиковать осознать три вещи, которые присущи Шимати Радики, что описано в шлоке Шри Радхая Праная Махима. Шила Сваруп Дамодар очень ясно объясняет в этой шлоке, что Кришна подумал «Я должен вкусить эти три вещи из сердца Шримати Радики, в особенности Праная Махима. Праная Махима. Что такое? Какова божественная любовь Шримати Радики по отношению к Кришне? Это называется Праная Махима. Кришна думает, в чём же заключается моя сладость, красота, которую Шримати Радика всегда вкушает, мою красоту третья? Когда Шримати Радика вкушает мою красоту, что же она чувствует, какие анубавы приходят в её сердце? По этой причине Господь Штани Махапрабу явился в этой Кали-юге в облиске Сачнандану Горохари. На самом деле это основная причина почему Господь Штани Махапрабу, то есть Кришна приходит в конце Два Пара-юге и в начале Кали-юге Он приходит в начале Кали-юге является как Штани Махапрабу. Также Штани Махапрабу вкушает сладость в Шримати Радики её прему и также Он распространяет эту прему абсолютно всем. Шила Кришна Скавраджу Госвами очень ясно объясняет Расика Шикара Кришна Расика Шикара Кришна Парамасвару То есть Кришна это высочайший Расика и он вкушает все эти настроения из сердца Шмати Радики и также он Штани Махапрабу проповедует Рак Марга Бхакти спонтанную любовь и привязанность которые испытывают в Раджавасе Штани Махапрабу проповедует распространяет Раджавасе Нитя Парикары Кришна Вечные спутники Господа Нагалока Вриндавани Какая у них любовь и привязанность Кришне и поэтому они зовутся Рагатмикаджаны 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 это означает что в их сердце проявлено спонтанная любовь и привязанность Кришне Силарупа Госвампад очень ясно объясняет Раджаваси Вечные спутники Кришны Нитя Парикары Которые проявляются из Сварупа Шакти Кришне Его внутренней энергии Нитя Парикары Господа Которые являются Его Сварупа Шакти Пракаш Какой любовью они обладают Кришне в особенности во Вриндаване птицы животные деревья гопы гопи у всех есть эта спонтанная любовь и привязанность Кришне даже мельчайшая крупица пылинки Вриндавана у всех и них есть глубочайшая любовь и привязанность Кришне Шила Рагуна Дас Госвами написал этот стих Джат Кинчит начинается во Вриндаване в трансцендентном мире Вриндаване даже маленькие травинки лианы какой же любовью они обладают Кришне даже пауки змеи как же они служат Кришне своей спонтанной любовью и привязанностью Сарва Ананда Мой Кришна это воплощение Ананды блаженства и сейчас все насекомые лианы животные птицы паучки змеи как же они исполняют все желания Кришны Мукунда Лила Анукул все они благоприятные Кришна Лили потому что в трансцендентном мире нет ничего неблагоприятного Кришне все они Лила Анукула Парам все веды Пураны Упанишады они хотят родиться во Вриндаване и они хотят стать даже пылинками во Вриндаване потому что даже пыль Вриндавана какой любовью она обладает Кришне в этом контексте наши Ачарьи объясняют когда Кришна идет по берегу Ямуны то естественным образом песок Ямуны становится очень мягким так же например когда вы идете по снегу когда снег идет и вы идете и оставляя следы то есть ваши следы отпечатаются в этом снегу так же Шила Вишман Чекарати Пат и наши Госвами объясняют что пыли Вриндавана в песке Вриндавана как песок Вриндавана служит Кришне как говорится в этой шлоке даже деревья Вриндавана сколько же у них любви Кришне когда Кришна входит во Вриндаван чтобы пасти коров то деревья проливают слезы от божественной любви и привязанности ананда ашру это означает что они проливают свои слезы своей ананды исходящей от их любви их блаженства Шримад Шримад Бхагаватам Шукадева Госвампата объясняет когда Кришна идет во Вриндаван чтобы пасти коров рано утром то слезы начинают течь деревья начинают плакать сколько же любви у деревьев Вриндавана Кришне в этом контексте Шилабишвана Чакравартипат говорит ананда уцов слезы блаженства они прохладные они прохладные холодные а есть также слезы которые например от страха появляются или из-за гнева тогда они очень теплые такие слезы это означает когда Кришна идет во Вриндаван чтобы пасти коров со своими друзьями Субалом Шридамом то деревья начинают проливать слезы от своей любви и привязанности Мукунда Мукунда Дай Там Мукунда Дай Там Мукунда Дай Там тот кто дарует освобождение всем живым существам поэтому его называют Мукунда Мукунда и также это имя означает тот чье лицо подобно прекрасному цветку кунда поэтому его также называют Мукунда Мукат то есть лицо и так же это значит что тот кто побеждает сладость освобождения потому что Двайтаваде хотят слиться с Браманом безличным Браманом вкусить это освобождение Мукти но также объясняется что красота Кришны Рупа Мадхурия Вену Мадхурия Лила Мадхурия Према Мадхурия насколько они привлекательны даже Атмарамы те кто полностью погружены в этот безличный Браман если они слышат Кришна Катху то они оставляют это желание слиться с безличным Браманом прекрасная шлока которую Читань Махапрабху обсуждал в начале он ее вот эта шлока Атмарамашча эту шлоку Читань Махапрабху в начале обсудил с Сарабаумой Бадачарей Сарабаум Бадачарья такой великий ученый и он был Адвайтоваде но Сарабаум Бадачарья он привел девять значений этой шлоки вот этой шлоки но Господь Читань Махапрабху он даже не касаясь тех значений которые привел Сарабаум Бадачарья то Читань Махапрабху он привел 18 значений этой шлоки и когда Читань Махапрабху он вновь встретился с Санатаной Госвами Пада и по просьбе Санатаной Госвами Пада Господь Читань Махапрабху также обсуждал обсуждал с ним эту же шлоку Атмарамашча и он объяснил 64 значения этой шлоки так это я объясняю что он даже Атмарама Пурши они оставляют желание слиться с безличным браманом во Бриндаване когда Кришна отправляется пасти коров сколько же любви у этих коров в Кришне что говорить когда Кришна отправляется во Бриндаван тогда как все деревья с какой любовью они относятся к Кришне как мы уже сказали Рупа Мадхурия Лила Мадхурия Прева Мадхурия и Вена Мадхурия Кришна четыре особых сладости являются уникальными непревзойденными несравненными качествами Кришны Итак Господь Тани Махапрабху как я уже обсуждал одну шлоку Рагуна Дадхасвами Яткинчит Макхунда Дайта Макхунда Дайта то есть это те кто очень дороги близки Кришне Лилану Анукул Парам Лила Анукул в трансцендентном мире в Галока Вриндаване в Апракат Вриндавана Дхаме все благоприятно для Кришны нет ничего что было бы как-то неблагоприятно настроено Кришне Джива Гасвайпад в комментарии к Брахма Самхите объясняет у Кришны есть два вида лил есть Нитя Лила и есть Наймитика Лила Нитя Лила это Раса Лила является Нитя Лилой Наймитика Лила это некоторые лилы которые то есть присутствуют но в духовном мире но формы как бы нет они не выражены Джива Гасвайпад объясняет это Бхава Матра Бхава Матра значит Йога Майя все это устраивает но форма не проявлена в духовном мире нет этих форм например освобождение путаны или какие-то лилы освобождения демонов Тринаварты различных демонов там нет также там нет джанма лилы 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 рождения Кришны Лила не рождает Кришна не рождается там из Лона Мамайшоды Йога Майя просто так устраивает вот это настроение Бхава Матру там присутствует эта Бхава Матра потому что все лилы они трансцендентные вечные но есть лилы прокат а есть опрокат лилы а прокат лилы это лила которая проходит в трансцендентном мире на Галокавриндаване Кришна Он всегда там совершает свои лилы со своими вечными спутниками нити-парикарами там нет джатилы нет кутилы потому что нет ничего неблагоприятно настроенных личностей Кришна все там благоприятно Кришна лилия иногда Йога Майя сама проявляет некоторые формы чтобы Рада и Кришна вновь встретились вместе потому что Шимати Радика иногда впадает в ман и поэтому Йога Майя она делает так чтобы сломить ман Шимати Радики и поэтому Йога Майя проявляет некоторые формы например змеи и пауки даже Йога Майя проявляется в форме тигров львов и так далее дается пример когда однажды Рада и Кришна встречались вместе на берегу Радакунды и оба они так замечательно сидели друг с другом обнимались целовались то есть проходила лила их встречи и неожиданно Шимати Радика впала в ман появился ее ман тогда Шимати Радика оставила Кришну и Кришна попытался успокоить Шимати Радику Кришна подумал в чем же причина ее гнева но Шимати Радика ничего не отвечала ему на это и поэтому Шимати Радика оставила Кришну и находилась на другом берегу Радакунды это описывает Шила Прабхадананда Сарасвати Пад в одной шлоке которая прекрасно прославляет эту лилу Прабхаданда Сарасвати Пад Прабхадананда Сарасвати Пад описывает эту лилу как Рада и Кришна разлучились Шила Прабхадананда Сарасвати Пад очень смиренно в этом стихе предлагает свои поклоны тому направлению где находится Шимати Радика где она находится где она стоит в том направлении я предлагаю вновь и вновь свои поклоны склоняюсь потому что Кришна это верховная личность Господа Своям Бхагаван и сейчас Кришна бежит за Шимати Радикой подобно обычной юноше исполненный вожделение но Кришна он так и не смог успокоить ман Шимати Радики тогда тогда Шимати Радика она находилась на другом берегу Радаконды и в это время прилетел ветерок и он стал играть с одеждами Шимати Радики и нести сладостный аромат тела Шимати Радика и донес до Кришна его О Паванадев Кришна говорит твоя жизнь увенчалась успехом потому что сейчас ты играл с одеждами Шимати Радики и также ты принес сладостный аромат тела Шимати Радики в этом стихе Шрила Прабхадананда Сарасвати Пат описывает эти вещи и как же Рады Кришна встретится вновь потому что если ман не прошел то есть если ман Шимати Радики не был уничтожен то как же Шимати Радика и Кришна встретится вновь поэтому Йога Майя так все устроила потому что эта лила проходит вопрокат Галока Валиндава и нет ничего неблагоприятного поэтому Йога Майя сама проявилась проявляется в облике змеи или тигра или львовь только для того чтобы пробудить какой-то страх в сердце в сердце Шимати Радики на самом деле это не изначально как бы не настоящие вот эти вот животные да да Йога Майя так предстает Йога Майя Крита Йога Майя то есть Йога Майя сама предстает в этих образах и когда Шимати Радика оставляет Кришну через некоторое время она возвращается домой в Яват и по пути Йога Майя предстала в облике змеи и преградила путь Шимати Радики тогда Шимати Радика очень испугалась потому что эта змея открыла свой рот показала клыки и начала шипеть Шимати Радика очень испугалась она не могла вперед идти не могла ни вправо сдвинуться ни влево и так она побежала к Кришне вернулась к Нему и обняла Его о Кришна Кришна спаси меня от этой змеи и так в трансцендентном мире змеи пауки львы тигры это не настоящие как бы вот эти животные это Йога Майя так предстает и когда Шимати Радика отправляется на свидание со своим возлюбленным Кришной когда Шимати Радика отправляется на встречу со своим возлюбленным Кришной то Шимати Радика она идет обычно со своей отц одной или с двумя саки манджаре и тогда Йога Майя проливляет проливляет различные формы животных таких как львов тигров и они начинают рычать и тогда Шимати Радика пугается потому что когда возникают препятствия то према начинает очень сильно увеличиваться когда возникают препятствия то према она больше возрастает седанта заключение шестр объясняет таким образом према означает что даже если появляется причина чтобы уничтожить према но любовь она не уходит она только лишь увеличивается больше и больше это совершенно трансцендентная любовь поэтому Йога Майя проявляется в облике тигра льва и начинает издавать эти звуки но Шимати Радика она не будет она все равно продолжает идти на встречу со своим возлюбленным Кришной с Рупой Манджари или Рати Манджари и так прекрасно Рагуна Дазгасвами описывает это в своей Грандхе и в особенности в лунной ночи когда Шимати Радика отправляется на свидание чтобы встретиться со своим возлюбленным Кришной то Сакхи начинают украшать тело Шимати Радики различными украшениями цвет тела Шимати Радики и золотой столько сияния сходит и поэтому Сакхи начинают украшать тело Шимати Радики камфорой и как бы пыльцой лотосов и тогда сияние цвета тела Шимати Радики не показывается за этим и когда Шимати Радика отправляется на встречу с Кришной то издалека тигра и львы начинают рычать но Шимати Радика бесстрашно продолжать свой путь и она думает я должна увидеться со своим возлюбленным Говиндой таким образом наши Госвами в особенности Рагунадда с Госвами объясняют как Шимати Радика сколько у нее жажды встретиться со своим возлюбленным Кришной таким образом в наших шастрах объясняется даже Брама Шива Нарада возвышенные продвинутые преданные Господа как они вновь и вновь склоняются к лотосным стопам Кришны и Шимати Радика как она рождается во Вриндаване Брама Шива Нарада даже Брамаджи иногда думает у меня нет удачи родиться во Вриндаване Брамаджи думает у меня нет качеств чтобы родиться во Вриндаване возможно я рожусь в Гокуле Нанда Гокуле Нанда Гокуле и если я рожусь в Нанда Гокуле то моя жизнь увенчается успехом где живут в Раджавасе и Брама и Брама в этом стихе говорит Брамаджи говорит я могу родиться в Нанда Гокуле в доме уборщика после того как он вымоет туалеты в Раджавасе когда он вернется домой он начнет очищать свою стопу об один камень и Брамаджи говорит если я рожусь приму рождение как вот этот камень о который он очищает свои стопы вот этот уборщик домов в Раджавасе то моя жизнь увенчается успехом и как Брама он стремится родиться во Враджи и так в наших шастрах говорится насколько Галока Вриндавана является высочайшим местом насколько она трансцендентна Брама Шука Нарада Вьяса все они стремятся родиться во Вриндаване во Вриндаване они стремятся как же мы можем служить Кришне Удава является очень дорогим Кришне когда Удава прибыл во Вриндаван и он видел трансцендентное безумие Шримати Радике которое называется Дивьян Мата Доша он процитировал шесть стихов прославляющих Шримати Радику и других Гопи даже некоторые Шрути проявляются в облике Гопи точнее они совершают таскезы чтобы войти во Вриндаван чтобы поклоняться лотосным стопам Божественной Читы Си-Си-Рады и Кришне и так Удава говорит в этих словах даже Шрути Гопал Тапане Панишад Гопал Тапане Панишадам стремятся чтобы родиться во Вриндаване чтобы служить Шримати Радике в облике Гопи и Удава также говорит Ашам Ахо Чаран Арену в этой шлоке у меня есть только лишь одна надежда родиться во Вриндаване как маленькая травинка тогда моя жизнь увенчается успехом как говорится в этом стихе как гопи как они полностью предались Кришне и они прижимают стопу Кришне к груди и так Удава он вновь и вновь склоняется перед Матей Радикой Таттва о Шримати Радике насколько же она необычайна сокровенна потому что без Саддхана и Баджаны как мы можем это осознать Райраманда рассказал всю эту Катху Четани Махапрабу потому что Четани Махапрабу это Кришна который пришел из Галока Вриндавана кто включил микрофон поэтому Кришна общается с Вишакой Деви потому что настроение Вишаке Деви и Шримати Радике очень близки практически одинаковые и поэтому Кришна стал изучать всю Према Таттву Раса Таттву из лотосных уст Вишаке то есть Рая Рамананды то есть вы можете так понять что Рая Рамананды Самват это очень сокровенное писание в нашей Гуде Сампродае вы должны войти в эти истины и как Рая Рамананда он записал одну особую грандху Джаганат Валабанатакам прекрасная Грандха как однажды я уже рассказал Ра Рамананда до того как встретился с Читани Махапрабху он написал множество Таттва Сидданте и Раса Матхури Катхи связанные с Шимати Радикой как я уже упоминал вот этот Баджин Калаятина Янам там описано настроение Абисарики Бисарика Шимати Радика отправляется на свидание со своим возлюбленным Крешной и Рай Рамананда все ясно описал это настроение Шимати Радики Абисарика Наика одно из восьми настроений Шимати Радики Гурда перечисляет и среди них Свадина Бартика Наика и в этом Баджине Калаяти Найнам Диси Диси Калитам в этом стихе он объясняет как Шимати Радика то есть настроение в этом Баджине Бисарика Наики Шимати Радики Как оно проявлено Рай Рамананда это необычная личность он же все это он все это описывает и Гаудея Вашнавы всегда памятует об этой лиле об этом разговоре читании Махапрабу и Рай Рамананды не читая Рай Рамананда Ваше сердце никогда не наполнится расой сердце не сможет вкушать вот эти вкусы трансцендентные поэтому вновь и вновь памятуйте Рай Рамананда Катху даже Господь Шимати Махапрабу после 10 дней он оставил Рай Рамананду и он прибыл в место Венкатбата Трималбата Прабадананда Сарасвати Пада Шимати Махапрабу начал обсуждать ту же самую Катху Бата Париварами четверо они поклонялись Лакшме на Райне но читании Махапрабу когда он начал обсуждать Рада Кришна эту Катху это все начал рассказать то что он услышал от Рай Рамананда и ту же самую Катху Рай Рамананда читании Махапрабу он стал обсуждать с Бата Париварами то есть Трималбата Венкатабата Прабадананда Сарасвати и тогда Бата Господь был маленький и как читание Махапрабу это Катху изменил их умы до этого они поклонялись Лакшме на Райне потому что они принадлежали к Шри Сампрудай Рамануджи Сампрудай но когда они услышали о славе Рады Кришне тогда они погрузились в эту Рада Кришна и Лилакатху и так Рай Рамананда Самват разговор Рай Рамананда и Читань Махапрабу необычайно могущественные Гурудеев также говорил что в Читане Чиритамрите есть некоторые вещи которые очень возвышены которые являются сердцем Читане Чиритамрите это четвертая глава Аделилы прославления прославления Рада Таттвы там дается Гопи Татта Рада Таттва Прима Таттва Раса Таттва все эти Таттвы второе Рай Рамананда Самват и так же описание Радхаятры когда Читань Махапрабу танцевал перед Господом Джаганадхой как Сваруб Дамадар он вдохновлял Читань Махапрабу цитирует как они обсуждали эту Шикшу также Санатана Шикша там тоже даются многие лилы Дяй 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 Дяй